Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити! И сейчас вы на своих глазах видите кривую косую таблицу Горбова. Буквально несколько минут назад нам поступила очередная партия этих таблиц. Сотрудница съездила, забрала. Вот так она выглядит. Таблица Горбова, к сожалению, она не входит в кадр. Размерность этой таблицы классическая. Таблица прямого отсчета или с переключением. Размерность 49 на 49. Все как положено. Пытаюсь показать ее ровно, но никак у меня не получается на видеокамере показать все. Но я думаю, вам должно быть хорошо видно. Инструкция к таблице проста. Сначала два варианта инструкции, вернее, существуют. Можно отсчитывать по порядку. Сначала отыскивать первое число черное с единицы, вернее, по 25 цифру. Вот здесь вот она отображена. С первой единицы до 25 черное. Или с первой единицы по 25 красное. А затем проба с переключением. Второй вариант инструкции. Когда человек отыскивает единицу черную, потом 25, я не вижу через камеру, к сожалению, 25, 24 вернее, красную. Ну и все верно, да. То есть 24 красную. Вот она. Затем снова двоечку. Двоеечку черную. Вот заметил боковым зрением. Затем 23 красную. И так далее. Троечка черная. Через камеру, признаться, неудобно. И 22 красная. И так далее. Одним словом, инструкция четко прописана в наших методических рекомендациях, которые идут в комплекте с этой методикой. Так вот она выглядит. Ее мы рекомендуем повесить на стену. Причем важный момент в том, что в зависимости от контингента, с которым вы работаете, в принципе таблица может быть применена и со взрослыми людьми, и с детьми. В том числе школьного возраста, со 2-3 класса и так далее. В методичке все это прописано. И соответственно со взрослыми людьми. Повесить ее на стену, прикрепить такими, знаете, офисными гвоздиками, проткнуть и на стену где-то повесить. Или веревочку проткнуть и на веревочку повесить. На уровне лица, как рекомендует методичка, в 30-35 сантиметрах от этой таблицы. То есть на расстоянии вытянутой руки или ребенок, рост понятно у него меньше, или взрослый человек может эту таблицу просчитать. Скажу следующее, таблица не обучает ничему, она ничему не корректирует. Насмотрелся масса видео, масса программ, которые говорят о том, что таблицы Шульте, таблица Горбова, она служит для какого-то обучения. Ничего подобного, ни для какого обучения эта таблица не служит. Она служит только для диагностики, причем очень точной диагностики органических, прежде всего, нарушений болезней Пика, Альцгеймера. Или же врожденной какой-то умственной недостаточности по типу олигофрении, эпи и так далее. Она служит для оценки концентрации внимания. Так вот она выглядит, показываю вам ее. Буквально вот сзади мне показывают, улыбаются стоит моя сотрудница. Показывают еще десяток таких таблиц, в рулончики скрученные. Ну вот таким образом это выглядит. Если будут какие-то вопросы, подписывайтесь под этим видео, ставьте лайки. И соответственно задавайте или под видео, или мне на почту. Пишите по поводу этой замечательной, 100% работающей методики. Простой стимульный материал, эффективность применения, аналог таблиц Шульте. Ну, собственно, на этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!